Здравствуйте, как всегда, в это время на Финам.ФМ программа «В доле» о женщинах в бизнесе и о доле женщины вообще в жизни и в бизнесе. Сегодня у нас в гостях управляющий директор и партнер у агропромышленной группы «Молочный продукт» Елена Фастова. Здравствуйте, Лен. Добрый день. Сразу напомню, что наши слушатели могут оставить какие-то вопросы, пожелания или свои эмоции на страничке финам.фм. И, конечно, когда мы встречаемся с гостями, с нашими героинями, всегда интересно узнавать, откуда человек произошел. Вы выросли в глубинке, в деревушке. Чем занималась ваша семья? Ну, выросла я не в глубинке, я родилась в глубинке. Моя мама и папа оба из одного села, это Брянская область, село Чурович, я там родилась. Но папа после окончания института, а заканчивал институт в Ленинграде, получил распределение в город Череповец, Вологодская область. И, в общем-то, я от роду год уже переехала в этот город. И прожила, и училась, закончила школу в Череповце. А, я просто подумала, что, может быть, вы, как я, там полдетства провисели вниз головой на шелковице какую-нибудь. Ну, и три месяца в году обязательно я проводила у бабушки, причем я, вот что-то в этом роде, я копала картошку, собирала огурцы, полола клубнику, то есть это была трудотерапия. Ну, в общем, обороться за выживание вас взрослые научили с раннего детства. Да, с раннего детства, да, да. Кто решил, что вы будете инженером-металлургом? Папа. В тот момент, когда я заканчивала школу, папа был уже металлургом, он работал на металлургическом комбинате Череповецком, это городообразующее предприятие. И, в общем-то, все, кто там работали, все были достаточно обеспеченные люди, получали неплохую зарплату, имели различные плюсы с точки зрения медицины и всего. И папа сказал, ну, единственное место, где ты можешь хорошо работать, это металлургический комбинат. Вот. Ну, понятно, мне в тот момент вообще особо не было понимания, куда я хочу и что хочу. Нет, я хотела быть психологом. Вот как? Да, я посмотрела, но в этот момент было всего два вуза, которые обучали психологов, питерский и московский. Большой был конкурс, я подумала, что вряд ли я туда поступлю. Ну, а потом я сомневаюсь, что психолог был тогда востребован в Череповце. Да вообще психолог это было почему-то как... Не знаю, зачем мне это было, мне интересно было. А откуда вы вообще узнали же, что существует такая профессия? Не знаю, даже я не помню. Это удивительно, потому что там, не знаю, ну, актрисой, космонавтом, водолазом на ходу, и, конечно, психолог, это все-таки надо было найти. Я увлекалась гороскопами, увлекалась какими-то вот, что-то вот, много читала, видимо, как-то оттуда. Вам хотелось отвечать за будущее? Наверное, да. Ну, я, в общем, всегда была такая староста класса, комсорг, активная, и мне нужно было что-то изменять. Я помню, когда началась перестройка, и у нас была гласность, то я... Но вы уже учились в УЗИ тогда? Нет, я училась в школе, как раз это был последний год школы, и, в общем-то, я тогда активно боролась за благо. Почему-то я решила... За демократию. За демократию, да, я почему-то решила, что нам, у нас в школе недостаточно демократии, и нужно ее добиться. И на тот момент была горячая линия, можно позвонить и сказать, что не устраивает в школе. И, будучи старостой, последний год, да, я позвонила и сказала, вот у нас, вот у нас там так, так. На следующий день в школу пришла проверка. Вы что? Да. И, в общем-то, это был шок. Вас раскусили? Меня раскусили. Моя классная руководительница, которая меня обожала, меня обожала все учителя, я была всегда помощником. Она сказала, я не понимаю, почему ты? Зачем ты это сделала? Я говорю, ну, я хотела лучше, чтобы у нас стало. На этом демократия для вас закончилась. Да, закончилась я в институте, ближайшие пять лет. В общем-то, была тише воды, ниже травы. Держалась подальше от политики. Да, 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 старалась. Ну, вы учились на металлурга, инженера-металлурга в тот момент, как раз, когда в стране начались вихри враждебные, всякие бури, стачки, забастовки, серьезные перемены. И, очевидно, когда вы уже закончили вуз, наверное, стало понятно, что эта профессия вряд ли перспективу какую-то имеет. Ну, даже не когда я заканчивала. Потому что, во-первых, на третьем курсе у меня была практика на заводе. Дома в Череповце. Да, как раз в Череповце. Я попала в сталиплавильный цех и была диспетчером. И моя задача была организовывать своевременную там загрузку металла. В общем-то, ночная была смена. И вот я помню, ко мне прибегали рабочие снизу и смотрели на меня, говорили, нам так интересно посмотреть, у вас такой красивый, правильный голос. А в Вологде все-таки с акцентом разговаривает, а поскольку я не вологодская, то у меня нет вот этого оконья. И вот они все бегали ко мне смотреть. Ну, в общем, я поняла, что я правда там как белая ворона, и надо что-то... И что всему этому есть более достойное применение. Да, надо что-то искать. И на пятом курсе института я пошла на курсы бухгалтеров. А как вот это тоже? Ну, я не могу себе даже представить. Вот тебе там 20 лет, ты же в Москве. Вокруг все только начинается, завихряется. Открыта куча открыто разных возможностей. Ты выбираешь, в общем, совсем не самый романтический способ самореализации. Очень женская профессия, наверное, бухгалтер. Но с другой стороны, ведь это совсем не модно, совсем не окрыляюще. Или я ошибаюсь? Ну, не знаю. Наверное, на тот момент... Я все-таки математически складываю ума. На тот момент я понимала, что да, ну, в общем-то, у меня особо таких талантов, там, тех же, пойти в актрисы или еще куда-то нет. Поэтому математический склад ума, бухгалтер, да, он должен правильно посчитать и... И он нужен всегда. Да, и он нужен всегда. То есть у меня... Я вообще достаточно с точки зрения практичный человек. И я поняла, что, ну, наверное, вот это я смогу сделать практически, и я с этим справлюсь, и он будет... Я буду востребована, и я смогу. Но знания, полученные вот в инженерном, в металлургическом вузе, они вообще как-то пригодились потом по жизни? Ну, ну... Там сопромат, наверное, был, да, какой-нибудь? Да, сопромат был, металловедение. Нет, честно говоря, вот все-таки я с металлургией больше никогда не была связана. Я считаю, что все, наверное, кто заканчивал вузы, все говорят, скажут одно, что помогло... Само высшее образование. Само, да, высшее образование. То есть ты умеешь структурировать уже там все, что тебе нужно. То есть я не жалею, мне нравилось учиться в нашем вузе. Но вы ведь кроме бухгалтерских курсов еще учились на MBA, и вообще достаточно долго учились. Да, это уже потом. И даже, по-моему, защитились. Да, 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 это уже еще потом. А это зачем вам понадобилось? Ведь, в общем, если вы освоили азобухгалтерить, дальше практика, практика и практика. Да, дальше практика. Дальше я практически по объявлению написала в газете объявление, что я бухгалтер. И, в общем-то, мне позвонили, говорят, нам нужен бухгалтер. Я пришла на собеседование. Было несколько собеседований, а одно... В тот момент же бизнес только начинался. Эти компании, которые приглашали, даже сами не знали, что им нужно, для чего им бухгалтер. Просто нужно там посчитать, баланс отнести в налоговую. А я пришла в начинающую компанию «Вимбельдан» в 92-й год. Десять человек всего в компании работало. Они говорят, вот у нас там стол, бумаг. Мы тут уже начали сок разливать. А вот вы сможете баланс быстро в налоговую сдать? А я в январе пришла, а до марта надо бы сдать баланс. Я думаю, смогу. И у них никакого опыта, да? Да, никакого опыта. Думаю, что я вообще сказала? Думаю, ну ладно, надо попробовать. Ну вот так надо. Да, вот так все и началось. Я была единственным бухгалтером, который, в общем-то, училась сама у себя. И некому, у меня не было старшего там товарища, который бы мне сказал, как надо. То есть, ну сейчас, как правило, институт заканчиваешь, идешь там младшим сотрудником, тебя учат, потом ты становишься старшим сотрудником, потом начальником отдела. А тогда я пришла уже начальника. А что было самое тогда сложное для освоения, невозможное практически? Ну... Главный вызов. Ну, самый вызов был, да, составить этот баланс. Причем, да, у меня уже на тот момент была программа 1С, она мне помогла научиться бухгалтерии, надо дать должное. А, то есть вы с компьютером работали уже? Да, да, тогда уже был компьютер, 92-й год. Мы в 92-м году на журфаке МГУ изучали информатику в лекционном порядке. Вам очень повезло. Повезло, да. И вы вот... А компьютер вы тоже первый раз увидели там или уже до этого на курсах? Ну, в общем-то, в институте что-то у нас было, но так. Конечно, да, в таком вот формате уже программы я первый раз. Но слава богу, что 1С настолько доступная и простая, что я как бы вместе с ней училась и, в общем-то, быстро научилась. То есть глаза боятся, руки делают, это ваш девиз, да? Да, это мой девиз. В тот момент я пришла в налоговый с этим балансом. Мне говорят, что ты тут сделала? Я говорю, помогите. Вот так, и, в общем-то, потихонечку, и всё. Поэтому параллельно мне пришлось учиться. Конечно, я ходила постоянно на курсы какие-то по налогам, потому что в тот момент менялось всё. Налогообложение, бухгалтерский учёт. То есть я постоянно была в процессе обучения, иначе бы я просто не смогла бы там ничего сделать. Слушайте, ну это просто невероятно интересно. Каждый раз, когда мы говорим о 90-х, мы говорим о начале всего в нашей стране. И сложно себе представить Вимбельдан, компанию из 10 человек. И вы наблюдали, как этот просто, я не знаю, зародыш вырастает в грандиозного монстра бизнеса. Ужасно интересно, как это происходило. Будем об этом говорить после новостей, не только об этом. Друзья, это программа «Вдоль из Тут и Ларсен». У нас в гостях Елена Фастова, управляющая директор компании ООО «Молочные продукты». Сегодня в доле из Тут и Ларсен Елена Фастова, управляющая директор ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт». Елена начинала бухгалтером в Вимбельдане и уже 20 лет находится на руководящих должностях в разных компаниях. Когда вы поняли, вот интересно действительно, что вы находитесь в самом сердце такого могучего бизнеса? Когда вот это всё из такой вот непонятной зыбкой какой-то структуры стало перерастать в действительно то, что может приносить огромные деньги и, не знаю, серьёзно двигать дальше молочную промышленность или пищевую промышленность? Ну, надо сказать, что на самом деле я не во многих компаниях, у меня всего-то там три места работы. Это в Вимбельдан, минсельхоз и вот теперь молочный продукт. И поняла-то это, да, в Вимбельдане, потому что настолько, во-первых, мы стремительно развивались, что вначале вообще не понимала, что мы, где мы, как. Но в 97-м году мы вдруг стали такими огромными, что да, я поняла, что... А вот что я ещё хочу? Где бы я ещё смогла работать? Я поняла, что вот таких, как мы, ну, сейчас вот в Москве и нет особенно. Нет таких крупных, интересных, быстро развивающих компаний. И вот в этот момент я поняла, что да, а что дальше? А вам не спокойно было на этом уже таком нагретом, тёплом месте? Вам нужен был новый вызов? Ну, в общем-то, почему в 2000 году? Одно из причин, что, в общем-то, стало, да, скучно, потому что, ну, вот как-то всё очень стремительно развивалось, а вот в 2000-м стало уже стабильно. То есть была выстроена структура, то есть было чёткое понятие, что как делается. То есть у меня были совершенно уникальные помощники, мои замы, которые всё и без меня прекрасно делали. И в какой-то момент я поняла, что я и не нужна, в общем-то, здесь всё, здесь всё и так без меня будет прекрасно работать. Хорошо, и начала бы путешествовать, заниматься живописью, воспитывать детей. Нет, не сиделась. Нет, да, наверное, да. Ещё не готова, наверное, была в этот момент. И вы подались в чиновники. Как это вообще случилось? Как человек из бизнеса попадает в министерство? Ну вот, когда я поняла, что надо что-то куда-то идти, то я не могла понять куда, потому что ничего подобного интересного не было. И полгода я отдыхала, то есть вот я путешествовала, да, я пыталась найти себе какую-то работу, другую. Но я видела, что это вот всё равно не то, мне будет там неинтересно. Нечему учиться. Да. И здесь мне предложили. Для меня это был шок, конечно. Я думаю, я и чиновник, это вообще как? Как? Вот. Ну, решила попробовать. Думаю, ну ладно, годик попробую, а потом, если нет, то пойду. А предложили как? То есть это, опять же, это был посланный запрос во Вселенную? Или вы всё-таки как-то, ну, по своим знакомым говорили, ребята, что-то хочется делать? Ну да, по своим знакомым, да. Как раз 2000 год, когда новый президент, новая команда, новое правительство, новый министр. И тогда собиралась всё-таки команда такая, новая, всегда же у нас всё что-то. Вот. И искали людей, которые вот, в принципе, что-то уже умеют и что-то пришли уже из бизнеса и знают, да, как достичь. Вот я так и оказалась там. Вы были к тому времени уже начальником, у вас действительно была уже выстроена какая-то система ценностей, и вы, я думаю, достаточно чётко видели себе своё место в жизни. И вдруг вы оказываетесь в совершенно новой среде. Это было что-то вообще с чем-то. Я самодостаточный человек со своим, там, 2000 человек подчинений до этого, с красивым кабинетом, с полным всё, что нужно, и вдруг я попадаю в Министерство сельского хозяйства. На тот момент совершенно убитые... Прокуренные коридоры. Да, прокуренные. До меня был руководитель мужчины. Я когда зашла в этот кабинет, там просто нечем было дышать, потому что он курил в нём вообще без конца. Грязные, вонючие. Я думаю, что, как, как, что я тут буду делать? Вот. И у меня был шок. Ну, как видите, не сдаются. Ну, одно дело устроить под себя по-женски уют и комфорт в окружающей среде, но ведь там же, наверное, совершенно другие были отношения, другие люди. Ну, наверное, да. Во-первых, было, конечно, вообще другие люди, но что меня подкупило, это то, что был мужской коллектив. Я была единственная женщина. Мало того, молодая женщина. В тот момент мне было 30 лет. А вот чем потом? То есть вам с мужчинами легче работать? Да. Да. Мне, я в подчинении, у меня есть женщины. Я всегда знаю, что я на них могу положиться. Это рабочие лошадки, это люди, которые чётко сделают то, что нужно. А с мужчинами... А в партнёрских отношениях? А в партнёрских отношениях, наверное, так. И они меня воспринимали как, ну, молодая, но они так трогательны ко мне. Им было в какой-то момент, да, покровительствовать. И это меня спасло, потому что, когда мне нужно было полностью реструктуризировать работу финансов в министерстве, а там вообще её не было, финансов, то если бы, наверное, на моём месте оказался кто-то другой, то было бы сопротивление. Никто ведь не любит меняться, никто не хочет что-то менять. А тут пришла молодая, наивная, и думает, ну, ладно, ну, пусть поиграется. Вот это меня спасло, потому что то, что я задумала, то, как бы у меня получалось, потому что мне никто сопротивления не оказывал, а постарались даже помочь. Слушайте, ну, то есть, простите, можно сказать, что в вашем случае то, что вы были женщиной в бизнесе, очень именно женщина. То есть гендерная ситуация сработала вам на руку? В этом моменте, да, редко бывает. Потому что там, где мужчина бы курил сутками и понасаживал бы себе сердце, нервную систему, вы могли улыбнуться, похлопать ресницами, и это работало, да? Да, да, да. Наивные мужчины. Да, да, да. И тихонько продвигать свою доктрину, да? Да, да, да. Под шумок. Вы ведь совершили действительно какие-то революционные на тот момент преобразования в Минсельхозе. Ну, тогда, да, тогда это просто всё было по-другому. То есть тогда пришлось, в общем-то, и всё поменять, потому что у них не было понятия, что такое отчётное, что такое финансы, что нужно, в общем-то... Да ещё это всё в электронной форме. Система должна быть, да. Мало того, люди, с которыми я пришла, вы говорите, в 92-м году компьютер, они ещё в тем, они в 2000-м году компьютер особо не видели. То есть я всем пришлось поставить компьютер, научить работать на программе. Причём контингент моих подчинённых женщин был далеко за 40-50. И, естественно, для них был шок там. Ну, мне удалось сохранить этот коллектив, научить... Что молодая девчонка ещё пришла. Да, 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 да. Но в итоге все остались работать, все научились, и, в общем-то, всё заработало. И мне казалось, что я что-то такое сама сделала, я сама в это не верила. И в тот момент, когда у меня это получилось, мне стало интересно. А почему бы и дальше не попробовать? И, в общем-то, так год-два, и, в общем, 10 лет прошло. 10 лет в Минсельхозе. А у нас вот как-то все говорят о том, что сельскохозяйство у нас не в порядке, что всё плохо, что малый бизнес, и т.д. А вы, тем не менее, всё-таки были там, в общем, на передовой. Как на самом деле, вот с вашей точки зрения у нас дела обстоят? Ну, я же и сейчас занимаюсь сельским хозяйством, и действительно всё непросто. И вот эти годы сейчас сложно. Особенно, когда ты оказываешься уже конкретно, работая в компании, понимаешь, что сталкиваешься с текущими проблемами, а не сверху смотришь, как государственный чиновник. Тяжело. Но на тот момент была команда. Все хотели сделать лучше, все старались сделать лучше. И мы много сделали, и тут надо отдать должное и Алексею Васильевичу Гордееву, который сам очень хотел. И мы много сделали для того, чтобы, в общем-то, сельское хозяйство, оно зазвучало. Вы же и в министерстве занимались помощью предпринимателям населения. Да, да. Я вообще курировала малый бизнес. Хотя, конечно, в сельском хозяйстве сейчас малый бизнес умирает, потому что тяжело конкурировать с крупным бизнесом. Но в тот момент мы всё равно... У нас были программы поддержки, и мы брали опыт иностранный, европейский, где малый бизнес развивается на селе. Но вот не переживается он здесь. Либо нужно всё-таки государство больше активно принимать участие в нём, либо уже вот... Ну, наверное, просто ещё зависит от региона, потому что там заниматься сельским хозяйством в Черноземье или там на Кубани, наверное, приятнее намного, чем где-нибудь в Архангельской области. Ну, это да, это тоже есть. Но всё равно очень зависит от региона, потому что сельское хозяйство — это ведь не только, там, не знаю, спашка поля или там молоко, это ещё всё, что вокруг него. То есть есть несехозяйственные виды деятельности. Там сельский туризм активно развивается в Европе. Экотуризм. Да. Вот я очень хотела, чтобы у нас в России это появилось. У нас были пилотные проекты на Алтае, когда здесь же маленькое фермерское хозяйство и здесь же маленькая такая гостиница, где люди могут приехать, посмотреть там как молочко, да, как коровки доятся и, в общем-то, отдохнуть на природе. Да, слушайте, я вот сейчас вспомню, у меня подружка ездила, когда мы учились в университете, как раз на каникулы во Францию, работать в Бордо на винодельческой ферме. И, в общем, и денежка заработала, и Францию повидала. Да, да, это в Европе очень активно. И мы, в общем-то, у нас была такая программа. Опять же, не прижилась. Нет, она бы, может, прижилась, но просто мы ушли. Этим заниматься надо. То есть, в принципе, опять же, все решает, на самом деле, личность одного отдельно взятого человека. Вот есть Лена Фастова, которая хочет, чтобы... Ну, ее команда, да, которая хочет, чтобы вы приживались, прививались какие-то новые вещи, и пока ты пинаешь их, все, что-то происходит. Потом ты уходишь заниматься другими делами, и все равно это все скукушивается. Ну, мы тут немножечко уже сами себе стали противоречить. Есть вещи, да, стандартные, там, как тут же Вимбельдан. Я ушла, я помню, мне сказали, ты ушла, и ничего не развалилось. Я говорю, значит, я хорошо работала. Спасибо мне, да. Да, что я сделала такую систему, которая стала и без меня работать. Но есть вещи, которые надо двигать, и которым надо постоянно заниматься. То есть, вот, все-таки, то, что мы говорим про сельское хозяйство, про такие программы, это которые... Нельзя их вот так просто запустить, и они пойдут. Я уверена, что на том же Алтае эти программы и работают. Но повсеместно для этого нужно было еще потратить какое-то время, чтобы это все запустить. Ну, ведь, наверное, здесь дело не только в экономической ситуации, но еще и в менталитете. Ну, наверное, мы еще не готовы, мне кажется. Друзья, мы говорим с Еленой Фастовой в доле Стуты Ларсен. Вернемся после новостей на Финаме. Сегодня в доле Стуты Ларсен управляющий директор у агропромышленной группы «Молочный продукт» Елена Фастова. И мы говорим об удивительном, уникальном опыте Елены, потому что ей удалось поработать по обе стороны баррикад. И на стороне бизнеса, и на стороне чиновников в Минсельхозе. Слушайте, ну, вот если честно, такой чисто бабский вопрос, мамский, может быть, даже с моей стороны. Нашу продукцию можно есть? Наша курица, крольчатина, говядина. Столько мифов вокруг этого. Так сложно, я сама. Генетически модифицированных нет у нас хотя бы этих вот, ну, не знаю, хлеба, там, могорон? Ну, с генетически модифицированными у нас все-таки... Мы же боремся. Да, мы с ними боремся, у нас они запрещены. Вот, у нас картошка есть геменедически модифицирована. Соя, наверное. Да, соя, да. А вот все касается всего остального, нет, у нас этого нет. Но что касается с качеством, это вы правильно говорите. Я сама, да, я сама в сельском хозяйстве. Мы сами выращиваем, мы выращиваем пшеницу, делаем молоко, свинину. И я все время озабочена сама вопросом. Чем кормить детей. А где купить, да, да. А где купить качественный продукт? Вот до смешного. Недавно на Цветном, наверху, супермаркет. Я поднимаюсь, смотрю, масло. Написано, от рязанских фермеров. И я уже стою в очередь. Да, стою в очередь, думаю, о, от фермера, такое красиво выглядит. И тут, слава богу, очередь была большая. Набираю, звоню по телефону министру Рязанской области, говорю, что-то я не помню в Рязанской области фермеров, которые масло делали. Говорит, у нас и нет. Я думаю, ну как? Вранье. 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 Поэтому очень тяжело, вы правы. С качеством. Как определить, хорошее, плохое? Я стараюсь покупать те же молочные продукты крупных производителей. Я только хотела сказать, получается, что вот эта вся наша сейчас истерия по поводу фермерской, экологической всякой продукции, она, ее пользуются мошенники. Потому что, хотя бы, если ты покупаешь у крупного производителя, там хотя бы какое-то есть... Да, имя, которые боятся, которые стараются, которые знают, что их приходят, проверяют, которые не позволят себе делать подделки. Особенно, если там есть доля иностранцев, то это уж 100% они там стараются. А вот все, что касается мелких, с одной стороны, если взять опыт Европы, это должно быть действительно качественно, это вот натуральное, то есть они... А у нас этих стандартов нигде не прописаны, и контроля нет. Своевременного, поэтому... Эх, получается, что это малое предпринимательство в сельском хозяйстве, оно не получается и у предпринимателя, и у потребителей. Да, да, то есть оно вот как бы цепочка не доходит до конца, да, то есть малый предприниматель хочет сделать качественный продукт, но его продать не может. А потребитель хочет купить, пусть дороже, но качественный продукт, но купить не может, потому что он не знает, где это сделано. И вот до смешного просто, хотя вот, казалось бы, со стыкой два желания вместе. Я помню, мы в Англии были у друзей, едем, и на улице около дома, ну там они живут за городом, нарисована курочка и яйца прям. То есть ты подходишь, домик стоит, видишь, там бегают курочки, стоят яйца. И такой, как, не знаю, как бокс. Ты туда кидаешь денежку, берешь яйца и едешь дальше. Абсолютно автоматизированный процесс. Абсолютно автоматизированный процесс. И я спрашиваю, а как вообще? Он говорит, ну у нас тут все свои в округе живут, свои люди, они знают, что она тут курочку держит. Ну вот никто там просто так не возьмет, положит денежку эту. Ну а что, у нас тоже едешь куда-нибудь за город, и тоже бабки сидят, что-нибудь продают, тыковки, яички. Да, вот такой вопрос, да, эти яички, это она свои там, или она там ей кто-то привез. У нас, например, в Рязанской области едешь, яблоки продают или груши. Я спрашиваю, говорю, вот это вот, они у них где? Они говорят, да это им привозят импортные, они просто стоят на дороге, продают. Ну как? Везде сплошной обман, какой кошмар. Но тем не менее, 10 лет в Минсельхозе, и вы все-таки вернулись в бизнес, причем уже, ну, можно сказать, в свой собственный. Расскажите, пожалуйста, как вас в Рязань занесли? Почему именно Рязань? Ну, не просто так. Или вы, находясь в Минсельхозе, вы имели возможность просеять все регионы для себя, определиться, в какую сторону? Все не так, все банально совершенно. Я когда ушел Гордеев, то, в общем-то, ушла с ним и его команда, и я как раз это совпало с моей второй беременностью, с моими вторыми родами. Я помню, еще коллеги все смеялись, ты знала, специально ушла в декрет. Подгадала, да. Ну и... Но это было печально все-таки расставаться с... Да, было в тот момент печально, хотя как бы я уже понимала, что уже я долгая, и надо как-то что-то менять, и это неправильно, и что тоже уже пошла по кругу. Вот. Ну, вот все сложилось, так? И поэтому... Ну, и поскольку я вышла из декрета, ну, как декрета, я работающая мама, я обычно сразу после родов начинаю работать. Я поняла, что я, в общем-то, дома сидеть не могу, и мой, так сказать, партнер бывший по Вимбельдану говорит, у меня тут в Рязани бизнес, но я им сам не занимаюсь, и, в общем-то, не знаю, что там у меня происходит. Говорит, поедь, пожалуйста, помоги. Как по-русски, да. Ты же все равно, вот, ты пока сидишь дома там. Я говорю, ну, у меня маленький ребенок, я в Москве, дети здесь, как я буду ездить в Рязань? Ну, ты как-нибудь там справишься, ну, вот так вот и поехала. Что все-таки вот... Вот это... Где это щелкнуло? В какой момент, что да, это мое, и несмотря на то, что дети в Москве, а я в Рязани... Я буду этим заниматься. Ну, знаете, щелкнуло, наверное, когда ты увидела, что ты можешь что-то тут сделать, потому что, когда я приехала, я увидела, что, да, компания перспективная, очень всего много, много людей, которые хотят работать и могут работать, но нужен организатор, который их правильно все структурирует и направит. И в этот момент я поняла, что я смогу это сделать, вот, ну, как бы я знаю, как это сделать, и все. Министерский опыт, наверное, здорово помог общаться с чиновниками в Рязанске. Ну, в общем-то, да, и это помогло, и то, что, и опыт предыдущими Фимбельдана, то, что как это все организовать помогло, то есть много чего помогло, причем у меня были уже на тот момент понимания, кто нужен, кого можно сманить, взять на работу. Да, вы ведь по всей стране собирали команду. Да, да, да. По какому принципу вы искали себе соратников? Ну, по принципу профессионализма, конечно, то есть я, ну, шла в компанию, смотрела компанию, в которой чего-то уже достигла, в которой есть хорошие результаты, и по этому принципу собиралась. Ну, а если вот человек высокий профессионал, и очень вам пригодился бы, но характер у него отвратительный? Нет, не получится. Да, здесь очень важно, как бы профессионализм, потом порядочность, и вот такое же, как у меня, желание сделать, вот так же пойти вперед, не задумываясь, там, неважно. Ну, а вы можете взять, вот как вас когда-то взяли, просто вот сразу после, там, курсов или обучения, человека без опыта, но если вы видите, что у него горят глаза, и что он готов учиться, возьмете на себя труд его учить? Да, да, ну, у нас даже сейчас в компании есть несколько людей, которые, в общем-то, мы искали директора, и вот одного направления нашего, и мы понимали, что не можем найти такого, какой нам нужен, потому что до этого был директор, профессионал, но с отвратительным характером. И у меня был этот опыт, я думала, надо найти такого, который бы вот пришел бы и своим задором бы заставил всех остальных поверить, что можно все поменять и сделать лучше. И вот приходит парень, он, в общем-то, никогда директором не был, такого, тем более, масштаба. Да, и, в общем-то, он, да, он в этой отрасли работал, да, он знает, но он директор. И отличный характер у него. Да, но он настолько хотел, у него в глазах столько желания, обаяния и вот стремления, что я говорю, ну, мы попробуем. И, в общем-то, получилось, он сумел совместить, как бы, профессионализм коллег, которые, в общем-то, на тот момент уже были коллеги профессиональные, и свое вот это вот умение организовать их и желания. И, да, пришло, и приходилось направлять, приходилось там подсказывать. Ну, просто вот директор зачастую, он как раз ведь и есть человек с отвратительным характером, поэтому его все боятся, и все его слушаются, и, как правило, это человек, который обладает какими-то вот такими, такой харизмой, подавляющей очень часто. А, получается, в вашем случае директор это какие-то другие качества? Да, вот как-то, наверное, из всех, наверное, такой характер-то тяжелый у меня больше всех. За что вы? Потому что, ну, не знаю, у нас директор, вот, по свиноводству очень обаятельный и яркий человек, вот, директор, который занимается всем холдингом, тоже очень мягкий и интеллигентный он пришел. А чем тогда держат людей, как держат их вот в тонусе, в повиновении, в конце концов? Ну, у нас все-таки прописаны механизмы, да, вот, где есть кнут и пряник, то есть мы больше прописываем. То есть если люди и кейс-КПА, они знают, что если вот они достигли таких показателей, то они получат бонус. Они получат... То есть тут экономический уже механизм. Да, да, то есть мы уже пошли более прогрессивно, не так, как там, по старинке, да, там, если не сделаешь, то на кол посажу. Нет, то есть мы больше вот старались людей привлечь именно тем, что если ты будешь развиваться, то вместе с тобой будет развиваться компания, у тебя будет благополучие. То есть, соответственно, вот твои показатели на этот год, на три года. У нас вот принято тоже считать, что, опять же, сельское хозяйство в регионах не так хорошо, особенно в глубинке, да, где-нибудь в областях там развивается, именно потому, что народ ленивый. Народ предпочитает лежать дома с бутылкой, чем выйти и поработать. И очень часто я слышу в интервью разных фермеров и бизнесменов, что я бы и рад бы не нанимать там рабочую силу постороннюю, не привлекать мигрантов, но нету, и не могу найти руки. Вот у вас в Рязанской области... Проблема такая же. Проблема, да, да, да. Проблема, мы, к сожалению, тоже прибегаем к тому, что нанимаем и людей из регионов, так сказать, из СНГ, потому что есть такая проблема. А почему, в чем дело-то? Вот, пожалуйста, у тебя хорошая компания, по западному принципу работает, вот тебе и бонусы, и соцпакет, да, все, в общем... Вымирает деревня, не остается, потому что все-таки вот эта программа социального развития села, она недостаточно развита везде. То есть есть регионы, где, там, возьмем Белгород, где, благодаря губернатору, там, каждая деревня, это уже, там, европейский образец со своим прекрасным домом культуры, со своим садом, школой, спортивным залом, все-все-все есть. А не все, не все, не у всех такое в регионе есть. То есть в основном деревня, это, в общем-то, приезжаешь, где нет ничего. Ну, а люди, почему люди-то сами не хотят изменить ситуацию вокруг себя? Ну, наверное, уже, может быть, сдались в какой-то момент. В какой-то момент остались те, которые могли, уехали, а те, которые остались, там, по каким-то причинам, уже это не так надо. То есть это какой-то такой печальный, естественный отбор. Да, идет такой печальный отбор. Поэтому мы, у нас в Рязанской области, холдинг сосредоточен в нескольких районах. Продолжим после новостей на Финаме. У нас в гостях Елена Фастова, вдоль из Тутты Ларсена. Оставайтесь. Друзья, мы по-прежнему на Финаме. У нас в гостях управляющая директора агропромышленной группы «Молочный продукт» Елена Фастова. Ну, как-то так получилось, что мы, в общем-то, о своем женском и немножко о детском хозяйстве. А вообще, вот, если так посмотреть перспективно, вот вы говорите, там, свиноводство, молочное животноводство. Да, как-то это все так, опять же, не знаю, негламурно. Не хотелось вам как-то поменять род деятельности? Ну, я не знаю, ведь, наверное, универсальные знания, которые у вас есть, можно применить в любом бизнес-пространстве. Ну, может быть, это следующий этап жизни. Сейчас вот все здесь сделаю, наведу, сделаю компанию. Ну, в принципе, я хочу сказать, я и так уже, получается, три года в компании, и за три года у нас просто компания выросла в разы. То есть сейчас вот то, что я пришла и хотела сделать, я, в общем-то, сделала. То есть компания самодостаточная, развивается, свиноводство, свиньи выращиваем, молоко производим. А вы сами выезжаете в поля? Вот бывает, можно видеть на свиноферме в резиновых сапогах, в халатике, да? Конечно, да, да. Особенно вот когда... Ну, с поросеночком в руках. Ну, с поросеночком в руках, наверное, нет, но в свиноферме, конечно, обязательно. Вот если ты сам не видишь и не смотришь, а так как ты можешь этим управлять? Обязательно. Особенно вот сейчас весна, лето, там, только там, то есть раз в неделю обязательно. Особенно когда стройка идет, вот всегда это вот самое тяжелое, когда стройка, там по колену в грызи, и ты смотришь, так, что тут опять там, не так фундаменты залили, что тут... Боже, вам и в этом приходится разбираться. И в этом приходится разбираться. А как вы вообще ухитряетесь организовать свою вот логистику жизни, если вы в Рязани, детки в Москве? Ну вот у меня детки уже, да, привыкшие, что мама во вторник уезжает в Рязань, а поздно вечером четверг возвращается. То есть я в субботу-воскресенье с детьми вообще практически не расстаюсь, а понедельник-пятница организовываю так, чтобы все какие-то дела, которые нужно решить здесь, в Москве, связанные опять же с холдингом, я решаю здесь. Ой, да приходится такой жесткий тайминг, конечно, себе устраивать. Да, да, да. А на себя вообще хватает там, на маникюры, на спа, я не знаю, на йогу в конце концов? Ну, на спорт хватает, потому что я без спорта вообще не могу, то есть, ну, я уже так организовала, поскольку в Рязани, в общем-то, детей нету, да, и все есть, то я стараюсь допоздна работать, а потом иду на спорт, я там занимаюсь боксом, у меня прекрасный тренер. Ух ты, здорово, я тоже занималась боксом два года. Ну, мне очень нравится. Ну, без спарринга. Ну, нет, он у меня на лапах, да. Вот так вот уже прям по-настоящему, еще пока мы не дошли. Слушайте, удивительно, почему именно бокс? Это же, я-то знаю почему, но для меня это был самый лучший способ выбраться энергии, во-первых, во-вторых, это лучший фитнес, который только есть, потому что он развивается. Да, потому что все мышцы, конечно. Но тем не менее, но вы такая женственная, хрупкая, я-то была пацанкой самой натуральной, когда занималась боксом. Да, я не знаю, когда родила второго ребенка, мне так хотелось быстро похудеть, и я родила второго ребенка в Швейцарии, и мне надо было еще какое-то время находиться там, пока там мы оформляли документы, и мы жили в гостинице, ну, там гостиница такая, у нас была квартира в гостинице, а внизу был спортклуб, и я ходила каждый день в спортклуб, и я ходила каждый день на какие-то занятия, и вот больше всего мне понравился бокс, потому что при боксе я скидывала максимальное количество веса, при этом была такая энергетическая такая зарядка, потому что во время бокса, что не только бокс, ты же еще бегаешь, прыгаешь, то есть там много всяких различных упражнений они в промежутках дают, поэтому я когда вернулась, я сразу же подумала, вот мне бы бокс. Ну и в Рязани нашла. Ну, а в реальной жизни это можно применить, или все-таки это останется на уровне фитнеса? Я думаю, что мне бокс дал такую уверенность в себе, потому что иногда есть какие-то моменты, когда ты боишься, что вот ты за себя не сможешь постоять. Даже не физически. И физически, и вот уверенность, вот именно физически уверенность. А здесь бокс, я уже знаю, что я могу ударить, если что, я могу за себя постоять. И у меня был такой момент в жизни, когда мы ехали на машине, впереди случилась авария. И из машины выскочили два лица кавказской национальности и начали избивать водителя такси. А водитель такси дедушка, просто вот пенсионер. Я выскочила из машины, думаю, сейчас я их побью. И меня водитель уже остановил, говорит, вы куда, вы что, это же... Ну я вот в этот момент, я понимала, что я могла бы ударить, потому что я знаю, вот как-то вот я была, вот мне было настолько вот, я себя чувствовала уверенно. Не знаю, вот поэтому мне кажется, что это ещё и даёт такую хару, не только физическую, но ещё и уверенность себе. Прибавку. Прибавку энергетическую. Что, да, я постою за себя. Я читала ваше интервью о том, что вам нравится работать с друзьями. Да. Это, мне кажется, очень редкая такая ситуация, потому что дружба, дружба, деньги в росте, это то, что чаще работает в бизнесе с друзьями, ведь, ну и раз там и не крикнешь, и не оштрафуешь, и не напряжёшь их так, как могла бы. Ну нет, у нас всё-таки, вот как раз с друзьями, вот вы когда меня спрашивали, почему у вас директоры такие вот не злые, вот мы уже 20 лет с моей подругой, она у меня финансово, как бы мы вместе идём, я начальник, она зам, я там директор, она финансовый директор. И вот она как раз вот злой полицейский, она всегда, всегда, всегда очень жёстко отстаивала позиции, ну и при этом как бы 20 лет мы вместе, и при этом сохранили дружеские отношения, иногда там, я даже когда там что-то строго ей скажу, она уйдёт, обидится, потом придёт, говорит, ну я знаю, это же вот работа. Поэтому нет, у меня как-то получается. Наверное, потому что друзья понимающие. А с мужчиной ведь дружить получается? Получается, да. У меня есть друзья-мужчины, которые мне выручали по жизни, вот один из них там крёстный моей дочери, который просто прилетел в Америку, когда я её рожала, забрал меня и привёз, всё киним, всё, вот мне надо было его помощь. Нет, получается, да, мне нравится дружить с мужчинами. Работать легче, наверное, управлять легче женщинами. Мне понравилась последняя статья в Боссе, посвящённой женщине, там была фраза Маргарет Тэтчер, «Если нужно, чтобы что-то сказать, позови мужчину, если надо что-то сделать, позови женщину». Вот точно подходит для меня, поэтому у меня на позиции, где надо что-то сделать, это женщины. То есть женщина более гибкий и многозадачный в организме. Да, 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 они чётко знают, если ты им сказал, они сделают. Мужчина может где-то там отлинять, где-то может... Ну, а мужчина может на вас подействовать своим обаянием? Вот тогда вы в Министерстве обаяли своих коллег более старшего возраста, мужского пола, а вас мужчина может где-то там, где вы бы, может быть, на женщину наехали и прикрикнули строго, а мужчине можете простить что-то. Ну, наверное, да. Правда? Да, могу. Ну, это же не очень удобно. Ну, в том смысле, неудобно не в смысле этическом, а в смысле техническом. Когда ты понимаешь, вот обаятельный зараза, вот ты выставила бы сейчас его за дверь. Ну, да, 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 она накричала бы. Ну, ничего, один раз обаяет, второй раз обаяет, а третий раз получит. Да, пинка под зад. Да. Поэтому всё. Вы рожали своих детей за границей. Вы не доверяете российской медицине или там просто удобнее? Ой, в разных случаях было по-разному. В первом случае, в первом случае, как-то я подумала, что надо попробовать ребёнку получить американский паспорт, поэтому вот поеду-ка я в Америку рожать. У меня там моя подруга близко, с которой мы учились в институте, жили в одной комнате, и она просто взяла меня под своё крыло и помогала там. А во втором случае я как раз ушла из министерства, мне было очень скучно, и муж сказал, что ты сейчас, наверное, точно тут нас всех съешь от своей энергии. И я подумала, что, наверное, правда, поехать в другую страну, где вот мне будет интереснее, красиво, где я отвлекусь от всего. И опять же, там моя сестра живёт, и она мне тоже всё помогла, организовала, я жила у ней дома, поэтому как-то я отвлеклась от того, что я вот перестала быть вот в этом активном движении. А американский паспорт, вам хотелось бы, чтобы дети жили не в России в итоге? Или... Я не знаю. Поучились и вернулись. Да, вот, наверное, мне бы хотелось, чтобы они жили в России. Я бы сама хотела жить в России. Ну, посмотрим, что будет с Россией, как будет с Россией. Вот. На сегодня, конечно, я стараюсь их приучить, что они здесь будут жить. Но, наверное, обучение, которое послешкольное, туда, мне кажется, там. Больше дадут? Больше. Больше. Вот моя дочь сейчас учится в американской школе. И вы знаете, у них школа, как вот у нас в советские времена, такая пионерская, у них она приходит с нормальной психикой, они там все добрые, ты приходишь к ним, никто тебя не ругает, они там, у них так столько вот, столько позитива в школе, что я думаю, что вот если бы любую русскую школу, если бы я отдала, она бы не была так морально здоровая и бежала в школу, в эту, мчала туда просто. То есть даже если, когда заболеет, говорит, я пойду в школу, или прилетим там, и она устала, она говорит, нет, я иду в школу. Поэтому... Когда... У вас же обе девочки, да? Нет, девочка старшая и мальчик младший. Дети видят работающую маму, и, наверное, для них это такой серьёзный личный пример. Вот они уже, ну, понимают, что в этой жизни всё даётся непросто, всё нужно зарабатывать потом и кровью, или наоборот, вы им обеспечили такое райское существование, где всё, в общем, куча игрушек, вкусностей и всего, и они не очень знают, откуда это берётся. Ну, конечно, у них всё равно куча игрушек. И, естественно, им старается всё лучшее детям. Но вам важно как-то их вот всё время лицом к реальности поворачивать? Или вы их бережёте? Да. Нет, нет, важно. То есть я стараюсь, да, объяснять, показывать. И как-то вот с младших времён, с младших или маленькому мамы на работу, надо деньги зарабатывать. А что это? А вот это? То есть нет, я всё-таки... Ну, собственно, как и ваши родители, наверное. Да, я вообще с пяти лет уже... С ключом на шею. Да, да, с ключом на шею. У меня младшая сестра, с которой я была няней, и в магазин ходила, в очереди стояла. Ну, и в итоге стала управляющим директором МОГР, промышленная группа «Молочный продукт». Спасибо огромное, Елена Фастова. Сегодня была вдоль из Туты Ларсона. Удачи. Спасибо.